Галина Голубь с детства играла в доктора с куклами и лечила мягкие игрушки. Когда выросла, поступила в Нижегородскую медицинскую академию. И вот уже больше 40 лет женщина следует своему призванию. Долгое время работала в роддоме. Сейчас врач-педиатр в детской поликлинике. Галина Михайловна признается, всегда хотела помогать малышам. Работа с людьми всегда сложна, но это интересно. Очень люблю свою профессию. Я бы столько в ней не работала бы. Очень люблю именно этот детский возраст. Дети – это всегда очень благодарно в том плане, что организм растет, развивает, очень хорошо отвечает на лечение. Хочется видеть свои результаты. Здоровье – самый важный момент развития ребенка. Болезни малышей, даже самые простые, всегда беспокоят родителей. У РВИ, ветрянка, гастрит – в списке частых обращений. Поэтому так важно, чтобы маму и папу поддерживал хороший специалист. В штате детской поликлиники номер два – 130 сотрудников. В основном педиатры. Есть и узконаправленные врачи. Еще здесь работают логопеды, дефектологи и реабилитологи. «Прививочный кабинет. Есть процедурный кабинет, когда ребеночку делаются какие-то необходимые процедуры. В нашей поликлинике еще работает большое отделение реабилитации. Функционирует судологический кабинет, на котором обслуживаются детки с патологией слуха. Это дети-инвалиды». В поликлинике есть и центр раннего вмешательства. Работают в нем психолог, дефектолог, невролог, инструктор ЛФК. Команда врачей помогает малышам на раннем этапе проблемы, когда, возможно, еще до конца непонятен диагноз. Родители ценят таких специалистов. «Первые месяцы жизни для мамочки очень важны. Это такой пугающий момент. Там куча вопросов, инструкции к ребенку никто не дает. Может только врач помочь». «Он очень помогает в разных вопросах. Не знаю, что делать, чем лечить ребенка. Конечно, помогает врач». «А ваш врач с самого начала рождения детей вас сопровождает?» «С первой нет, а с младшим – да, с самого рождения». Центр «Импульс», где поддерживают подростков, заслуживает отдельного внимания. Он создан под эгидой детского фонда ЮНИСЕФ. Здесь заботятся не только о физическом, но и об эмоциональном здоровье ребенка. Главное правило – анонимность. В самой поликлинике наблюдается больше 800 пациентов. Почти 50 малышей до года.